Так, всем привет, добро пожаловать на канал. Меня зовут Андрей Пронин. Ну, если вы меня смотрите, вы знаете, о чем это речь. Вот, сегодня у нас, очевидно, собес Кирилл – это человек-жертва, а Евгений – это человек, который будет спрашивать интересные вопросы про питон и ставить всякие задания. Вот, а Евгений – это студент, который учится на управлении командой разработки, а я там читаю лекции как раз в Яндекс.Практикуме. Поэтому я его пригласил. Кстати говоря, если у вас есть опыт, вы сеньор, темлит и так далее, добро пожаловать, пишите в личку. Я попробую и вам найти жертву для прокачки личного бренда, ну и вообще, может, у нас себе хорошего найдете. Это не исключено. Вот, Евгений попросил не указывать, где он работает, хотя он работает в очень крутой компании. Ну, вот ограничение по пиар-службе сказала, что, наверное, не надо. Вот, поверьте мне, он классный. Вот, пользуясь случаем, могу сказать, что в практике у меня есть скидочка 13%. За скидкой идите в личку. Ну, телега, антпронен, вот. Ну, наверное, все, циничная интеграция закончена. Давайте переходить к делу. Кирилл, расскажи немножко о себе. Всем привет, ребята. Еще раз, ну, как вы знаете, меня зовут Кирилл. Вот. Передисловие небольшое сделал. Андрей, ты для меня финальный босс, потому что я очень хотел к тебе попасть. Я эти моменты сейчас наслаждаюсь и немного волнуюсь. Вот. Что, если говорить о себе, что я могу сказать? Если коротко. Я побывал в нескольких уже странах, отучился вообще по образованию, я инженер-строитель. Вот. В школе я закончил физмат-лицей. То есть, вся моя жизнь вела к тому, что мне нужно идти к чему-то, к решению логических задач. Вот. Но инженерным строителем я стать не захотел, потому что в нашем городе как бы достаточно ограничено по архитектурно-выразительным домам и проектам. Вот. И я переехал в Петербург с женой, там работал в основном в продажах, добился определенных успехов. Вот. Но понимал, что это не совсем то, чего я хочу. Почему? Потому что я хотел всегда быть таким в хорошем смысле слова ремесленником. Знаете, то есть вот для меня программирование – это ремесло, которое ты можешь совершенствовать с годами. С продажами не так. То есть там, ну, ты достигаешь очень быстро какого-то пика, на мой взгляд, и лучше уже не выкрутишь. А в программировании у тебя нет границ. Вот. То есть все время выходят новые, там, не знаю, библиотеки, преймворки. Если, условно, бэк ты, ну, это вряд ли, но бэк ты выучил весь, пошел в аналитику. Ну, в общем, очень много смертных сфер, всегда интересно, всегда развиваешься. И вот для меня это прям такая душевная душина. Масло масляное. Вот. Последний год я прожил в Португалии. В Португалии как раз я занимался активно питоном. Мне он очень нравится. Ну, Яндекс.Практикум я завершил. Немножко занимался своими проектами, насколько позволяло время. Сейчас я вынужденно вернулся в Россию. Я таксист-программист. Вот. Параллельно пытаюсь держать в тонусе свои навыки и еще работу. Вот такая. Работаешь в Яндексе, получается, да? Яндекс.Такси. Уже, да, надо эти описания профиля сделать. Окей. Так. Почему именно питон? Есть же много других хороших языков. Ну, для меня этот ответ очевиден. Во-первых, порог похождения ниже. То есть язык понятен. Он, грубо говоря, ты просто читаешь книгу. Нету каких-то сложных условных аннотаций, там, еще чего-то. Я их, конечно, оставляю. Но я имею в виду, что все очевидно. Ты как в калькуляторе в каком-то смысле работаешь. Вот. И для меня это важно. И помимо написания и читаемости кода легче. То есть документации какие-то, чужие проекты, еще что-то. Легче разобраться. Я понимаю, что питон, он, как бы, компилируемый или интерпретируемый все время, путаю язык, вот. И при этом он теряет скорости. Но, как бы, приобретает в разработке за счет своей универсальности в плане читаемости, вот, как раз, и написания. То есть для меня питон, вот, в этом смысле очень интересен. И он мне нравится. Скажи, а если вдруг тебе на работе скажут, что, ну, окей, питон – это хорошо, но нам нужен человек на Go. Ты пойдешь другую работу искать или переучишься на Go? Хороший вопрос. На самом деле, ну, я не вижу препятствий, чтобы учить другой язык. Я этим, как бы, не ограничен. У меня нет акцента только на питон. Я знаю, что Go – это, если я не ошибаюсь, под капотом он асинхронный язык сам по себе. Вот. И это полезная штука. Ну, если компании нужно, если они готовы меня ждать, помогать мне в этом, как бы, я, конечно, буду все силы прикладывать, чтобы быть полезным. Для меня это важно. Ну, а питон же тоже может в асинхронность, разве нет? Может, с асинькио, да. Но я имею в виду, он сам по себе под капотом, если я не ошибаюсь. Опять же, я могу ошибаться, я его не изучал. То есть, это такая общая осведомленность. Хочется про Гилл спросить, но поскольку по хардам у нас отвечает Евгений, оставлю это право ему. Окей. Следующий вопрос. Давай предположим, что ты абсолютно не укладываешься в дедлайн. Да. Ну, вот взял задачку на неделю, да, сейчас уже вечер пятницы, ты понимаешь, что задачку ты точно не сделаешь. Что ты будешь делать? Ну, в первую очередь, обязательно надо всех предупредить об этом. То есть, я же не один игрок, работник команды, и чтобы команда понимала. То есть, я не боюсь ответственности. Если я не справился, значит, я не справился. Не надо подводить других людей. И суббота и воскресенье, это еще два дня, это не конец недели. То есть, можно их посвятить тому, с чем ты не справился. Но взял задачу делать. То есть, у меня такое отношение. Не смог сделать, ну, несерканственность. Ну, ладно, в принципе, я знаю, что наши зрители не очень любят софты, да. Поэтому давайте плавно переходить к картам. Евгений, тебе слово. Приветствую, коллеги. Мы построим карт собеседования следующим образом. Сначала я задам несколько общих вопросов по языку. Потом мы посмотрим фрагмент кода, а потом мы попробуем написать фрагмент кода. Хорошо. Ищите текстовую задачу. Тогда первый вопрос. Есть такое понятие, как изменяемые и неизменяемые типы данных. Что это такое и какие... А как это влияет на процесс разработки? В фрагмент кода есть два типа данных. Изменяемые и неизменяемые, как ты правильно сказал. Изменяемые типы данных – это, например, ну, это у нас список. Это у нас... Начнутся с неизменяемых. Это проще, это понятнее. Это int, float, ну, все обозначающие, так называют, типы данных. Такая строка, frozen set, tuple. Ну, то есть, это понятно, да. Зачем они нужны? В первую очередь, ну, чаще всего, например, неизменяемые типы данных защищают нас от неожиданных ошибок. То есть, если мы хотим сохранить наши данные в формате, в котором они должны быть и не изменяться, то мы чаще используем tuple, нежели тот же список, который сам по себе может расширяться, изменяться и так далее. Но для себя я это вижу так. Возможно, слишком поверхностное объяснение. Но в первую очередь, наверное, поэтому. А изменяемые? В смысле, изменяемые что? Типы данных. И есть, да, имеешь в виду? Да, какие? Это список, это словарь, это set и это... Что у нас еще-то там осталось? Как будто бы все. Возможно, что-то упустило. А в чем разница между списком и словарем? Ну, в списке мы обращаемся к каждому элементу поиндексно. Список это вообще условно у нас идет как массив. Вообще это на самом деле массив, просто у него вместо элементов, хоть мы и видим, хоть мы можем в массиве, например, все элементы одного типа, в списке на самом деле тоже там просто идут указатели на разные типы данных. То есть условно может быть строка и так далее. А в словаре, в словаре, со словарем выдержим, да, сравниваем. Давай даже попроще, с set, с множеством. С множеством. В том, что у нас в set все элементы должны быть уникальными. То есть не должны повторяться, не могут повторяться. А как set определяет? Уникальный у него элемент или не уникальный? Хороший вопрос. Это, по сути, наверное, больше к хэшу, к хэштаблице и так далее, наверное. Я могу, опять же, немножко углубляться не туда, но, скорее всего, именно поэтому. Тут такой вопрос достаточно углубленный. Я не готов только предполагать. Хорошо, тогда с практической точки зрения. Из элементов какого типа я бы мог составить список, из элементов какого типа я бы мог составить множество? Элементы какого типа список? Списки могут состоять из элементов любого типа, но, на самом деле, опять же, повторюсь, это все указатели. То есть у нас это, по сути, ссылки на элементы. Что касается множества, наверное, там должны быть… Вот я сейчас боюсь ошибиться, но, скорее всего, элементы должны быть одного типа. То есть, условно, если со словарем, там понятнее, там у нас есть ключ-значение. Все ключи, например, строки. Например. И чтобы мы могли, условно, пробежаться по этому словарю, они должны быть либо все строками, либо интами и так далее. То есть, скорее всего, так. Это не совсем так. А вот в контексте мутабельности и немутабельности. Могу ли я составить сет из, скажем, списков? Можно прояснить мутабельность? Это определение чего? Ну, в смысле, что под собой призывает изменяемость? Изменяемый тип данных. То есть, могу ли я составить множество, каждый элемент которого – это список. Например, множество из двух списков. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Прямо он такой погружающий. Надо подумать. Ну, какие могут быть здесь проблемы? Вот взял множество, положил туда первый элемент списка, положил туда второй элемент списка. Ну, проблема в том, что у нас внутри изменяемые типы данных. То есть, вроде бы, сет внутри сета будут списки, которые сами по себе являются изменяемыми типами данных. А я могу сравнить два списка друг с другом и выдвинуть какой-то критерий. Равное количество элементов, элементы по элементам равны, значит, списки равны. И вот у меня уникальный сет. Хороший вопрос. У меня нет очевидного на него ответа. То есть, может быть, да, может быть, нет. Надо разбираться. Ответ нет, потому что иначе мы обрекли бы сет как контейнер постоянно следить за тем, чтобы его мутабельные типы так и оставались уникальными. Потому что на момент расположения элементов списки могут быть уникальны. Но после мы можем эти списки мутировать. Они уже становятся одинаковыми. С этим я согласен. То есть, на уровне... На уровне... На уровне ягра уже не выполняет свою роль. На уровне языка так делать не пустят, грубо говоря. Правильно? Да. Понял. Будет недопустимо. Ну вот Андрей дал подсказку по поводу Jill, Global Interpretal Log. Да. Последуют и подсказки. И тогда вопрос. Слышал ли ты, что это такое? Зачем это нужно? И какие тут есть плюсы и минусы? Это хороший вопрос. Я просто совсем практически ничего не помню об этом. Это очень абстрактное значение. В смысле для меня это очень непрактическое применение. Не имея практического применения часто. То есть, Jill слышал. Просто плохо помню. Если будут, может быть, какие-нибудь наводящие слова или подсказки, может быть, что-то вспомню. Большой объем информации сложно все уместить. Ну, наводящие, может быть, нам не стоит увлекаться в эту тему. По поводу многопоточной выработки данных. Есть такие понятия, как мультипроцессинг и мультитрейдинг. В чем разница между этими подходами? Когда нужно применять мультипроцессинг? Когда можно и нужно применять мультитрейдинг? И зачем вообще две? Вот я, к сожалению, не удивлялся. Вот это мое пока что слабое место, которое я пытаюсь наверстать. Я понимаю, что есть многопоточное программирование, однопоточное программирование, что один поток может блокировать другой и так далее. А синхронность – это уже другой уровень, как бы выше или ниже, как бы посмотреть. Но именно в саму глубь я еще не погружался. Ну, собственно, понятия мультипроцессинг, мультитрейдинг, они тут будут связаны друг с другом. Само собой. Ну, мы тогда тоже не будем в эту тему углубляться и немножечко откатимся ближе к основам. Давай поговорим о срезах. Такой термин, как срез, слайс, инструмент работы с коллекциями. Что это такое? Ну, это, по сути, инструмент работы с коллекциями, который позволяет нам взять определенное количество элементов, например, из списка. То есть, если мы напишем там условно 4 двоеточие, мы возьмем первые 4 элемента списка. С нулевого по третий. По четвертый здесь же индекс. Надо вспомнить, включительный элемент. Тут же индекс указывается, а не количество. Да, ты украл мой вопрос. Как мне понять, если я пишу 0 двоеточие… Индекс индекс четыре. Сколько элементов, под какими индексами я в итоге получу? С нулевого по четвертый. Я только, к сожалению, не помню, включается или нет. В срезе, по-моему, включается. То есть, мы получим 5 элементов с нулевого по четвертый. Не совсем. Первая позиция – это индекс элемента, который я хочу взять. Вторая позиция – это индекс элемента, который я не хочу брать. А, если мы берем срез двумя… Я просто чаще всего работаю со срезом с одним аргументом. А как будет вести себя срез, если мы указываем только один? Он берет либо от начала до этого элемента, либо с этого элемента до конца. Просто в данном случае мы можем добавить второй аргумент, который нам выставит обе рамки, обе границы. А если я буду использовать и третий аргумент? То есть, число, двоеточие, число, двоеточие, еще одно число. Это допустимая синтаксическая конструкция? Если я не ошибаюсь, это шаг. То есть, это шаг элементов, которые мы будем брать. То есть, если мы поставим два, у нас через один элемент будет браться. Хорошо. Тогда вопрос. У нас элементы в списке нумеруются с нулевого индекса или с первого? С нулевого. Ну, индексы идут с нулевого, верно. Потому что есть языки, где это не так. Есть у нас языки, где и первый индекс – это единица. Поэтому математики любят Python. Если я не ошибаюсь, это одна из причин. Некоторые математики не очень любят Python, некоторые математики любят MATLAB. Вот там как раз такая индексация матриц. Но это нас сейчас уведет в сторону. А что по поводу отрицательных индексов? Если я буду обращаться по отрицательным индексам, если я буду использовать в среде отрицательные индексы, как поведется такой этап? Хорошо, он пойдет с конца. То есть, минус один – это последний элемент. Ну, минус первый индекс – это последний индекс в данном списке. А если я шаг сделаю отрицательным, допустимо так? Я думаю, что да. Я, честно говоря, не пробовал. Это уже такие элементы тяжелые у автитона. Но, в смысле, нестандартного. Но я думаю, что да. То есть, Python позволяет, очень гибкий, позволяет писать разные вещи, которые ты вообще даже сам не ожидал, наверное, сделать. А это пропал звук, к сожалению. Да, благодарю. Тогда еще один вопрос. Есть такое понятие, как лямбда-функции. Да. Зачем они нужны? Они нужны – это неявные функции, точнее, так, не объявленные функции с неявным ретерном. Они используются для того, чтобы, грубо говоря, не загромождать какими-то вещами наш код. То есть, если нам условно нужно обратиться и быстро посчитать, мы просто пишем x, y, лямбда, ну, лямбда от x, y, двоеточие, x умножить на y. Вот у нас будет ретерн. То есть, очень простые элементы без явного объявления. Что-то быстро посчитать. Ну, явное объявление, наверное, такой термин не нужно использовать, если ты не готов его объяснить дальше, потому что я не совсем понимаю, что значит тогда объявлено или не объявлено. Ну, для меня, я, да, наверное, немножко своими словами, просто для меня объявленная функция – это dev, назвать имя функции, аргументы. Иминованная, вот ты сказал имя. Тогда лямбда, соответственно, анонимная. Верно, анонимная функция с неявным ретерном, точно. По поводу неявного ретерна тут тоже, как бы, вопрос, наверное, так говорить не совсем корректно, потому что что значит неявный ретерн? Ну, он не прописан. Это вот определение, просто с неявным ретерном, это определение, которое я прям запомнил. Если так говорить не стоит, не проблема. Я имею в виду, что он не указан, то есть не написано. Я имею в виду, нет синтаксической инструкции ретерна. Именно. Хорошо. Еще есть такая вещь, как list comprehension. Да. List comprehension, даже dict comprehension. Ну, давай начнем с list comprehension. Да. Что это такое? Тут я понял, Жень, что с тобой надо быть очень аккуратным в своих словах, потому что ты можешь до них спросить. Но по большому счету для меня это острый момент. Генератор, например, списка. То есть, условно, чаще всего используется нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание in range от 1 до 10. Мы получим список от 1 до 9, условно. Хорошо. Тогда мы сейчас немножечко этот момент отложим до момента, когда у нас будет возможность смотреть текст, потому что ты еще произнес слово генератор. Вот, я боялся его произносить. Это прям триггерит меня. Я люблю генераторы. Можно сказать. Немножечко. И вот последнее пару таких небольших вопросов по поводу копирования. Да. Deep copy, shallow copy. Да. Знакомые слова. В чем разница? Знакомая. Разница в том, что... Я могу на примере, правильно? Так ведь будет нагляднее. Конечно. У нас есть список. Если мы делаем поверхностное копирование, копируется только сам список, а элементы внутри не копируются. То есть, создаются новые ячейки памяти для этих элементов. Вот. Если мы делаем... Прошу прощения. Сейчас я подумаю. Да, все правильно. Если мы делаем deep copy, у нас копируется, помимо, грубо говоря, оборачивающего списка, все элементы по индексу, соответственно, получается. Так, сейчас, одну секунду. Я просто могу, опять же, при deep copy у нас создаются копия полностью и списка, и внутренних элементов. Соответственно, каждый элемент создается заново. Вот. При поверхностной копии у нас копируется список, то есть, новые ячейки указывают на этот список, но по элементам указатели используют те же самые ячейки в памяти. А если мои элементы, это тоже списки? Ну, пожалуйста. Ну, ради бога. Deep copy доберется до них, или мне нужно... Хороший вопрос. Тут как будто надо рекурсивно к этому подходить. Не могу ответить. Может быть, нужна какая-то... Тут вопросы, конечно, такие очень... А если это? Сложно сказать. Наверное, я думаю, что проблем не возникнет. Вопрос в том, насколько это может быть бесконечно. То есть, у нас может быть этих списков, списки, 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 списки. Это какое-то... Да, ну тут мы уже можем... В технические ограничения размера стека уйти. Хорошо. И последний из таких коротких вопросов. Это такая синтаксическая конструкция, которая, как правило, встречается в виде звездочка ARX и звездочка-звездочка KVARX. Так, ARX, KVARX. Верно. Как мы могли бы их применить? И что скрывается за этой странной звездочкой, которая вдруг неожиданно стоит на том месте, где никогда никаких звездочек не было? Отвечу. Только в обратном порядке. Сначала что это, а потом как применить? А звездочка ARX, ну, по сути, по себе ARX, это не обязательно это значение, но общепринятое. Это... Сейчас правильно бы слово подобрать. В общем, это аргумент, который принимает все позиционные аргументы. Функцию. Keywords. Соответственно, все словари и прочие вещи. Как мы это можем использовать на примере декоратора? Самый, мне кажется, такой хороший пример. То есть там условно простой самый тайм-декоратор, в который мы пропускаем ARX и KVARX, ну, и в саму функцию, само собой. И там мы их распаковываем. То есть мы не можем наверняка знать, какие аргументы позиционные или непозиционные ждут нас в этой функции, поэтому мы записываем это так, чтобы работать универсально. Вот, наверное, оставлю ответ на таком. А в каком порядке обычно идут аргументы? И могу ли я чередовать именованные, передаваемые по значению и по имени, по позиции и по имени? Обычно идет ARX, потом KVARX. Чередовать надо подумать. Я над этим объективно не задумывался, то есть у меня нет такого ответа, могут идти столько догадки. Я думаю, что... Наверное, не стоит гадать. Но я могу предположить, что, наверное, не стоит так делать, по крайней мере, потому что у нас позиционирование аргументов функций всегда идет как бы так, как оно должно идти. Мы сначала ждем ARX, и потом KVARX. Если мы поменяем местами... Ну, хотя... Не буду. Нет, не нужно менять местами. Сначала позиционные, потом именованные. Хорошо. Тогда открою, пожалуйста, IDE, чтобы мы могли посмотреть код, и поговорим о list comprehension. Как его видно? Да, мне отлично видно. Да, не мог бы ты, пожалуйста, привести пример использования list comprehension? Давайте попробуем. Я назову это неправильно, но так проще. Сам лист. Прочтение. Пойдемся с стандартным типом. Мне нужно это напечатать. Нет, не нужно. Хорошо. Как же интерпретатор отреагирует на этот код? Он сформирует список из десяти элементов от нуля до девяти. Хорошо. А если бы я хотел не эти элементы, а квадраты этих элементов? Не проблема. Но здесь просто мне тогда придется поменять вот эту переменную, потому что мы с ней уже работаем. Я назову ее пускай X. В идеале, наверное, можно подумать название поинтереснее. Я просто добавлю то, что мне необходимо. Таким образом. А предыдущая версия именования переменной видит только подчеркивание? Да. Она какую-то семантику в себе несет? Или это просто могло быть подчеркивание, могло быть... Нет, это могло быть. И подчеркивание могло быть и не подчеркивание. Вопрос в том, что подчеркивание экономит нам... Это указатель на то, что мы не будем это дальше использовать. Экономить память. Это, конечно, не гигантская экономия, тем не менее экономия. Ну, я бы не сказал, что это экономит память, но это экономит память того, кто будет читать этот код. Он будет понимать, что переменная должна здесь быть, но она не несет никакой нагрузки. Хорошо. Мы удавили элементы в квадрат. А если бы мы хотели оставить здесь только элементы четные? Получить список из квадратов элементов, но только четных. То есть, элемент четный, я его в квадрат беру. Если он не четный, я его в результирующий список вообще не размещаю. Я понял. Их, икс, процент два, равно равно, ой, извините, перебор с равно. Я бы сделал это таким опытом. Хорошо. Давай чуть посложнее. А если у меня есть список, состоящий из двух элементов, каждый из которых тоже список? Да. Давай напишем такой список. Пример, да, имеется в виду? Да, пример списка из двух элементов, каждый из которых список. И в этих списках, допустим, в каждом по два числа. В первом один-два, во втором три-четыре. Я смотрел лекцию Тимофея Федоровича Хирьянова в МФТИ. Вот эта тема началась, к сожалению, я ее забыл, как называется. Слушаю. Да, мы могли бы использовать risk comprehension для того, чтобы сделать этот список плоским. Ну, безусловно, могли бы. Надо подумать, как. То есть, очевидно, у нас, возвращаясь к теме звездочка ARX, это как раз распаковка. То есть, условно, если нам на вход идет список, если мы поставим звездочку к иксу, мы его распакуем. Вопрос в том, я пока не могу предсказать, как это дальше будет себя вести. То есть, я могу попробовать, это может вызвать какую-то ошибку в ходе. Но, по крайней мере, я буду понимать, что я сделал неправильно. Ну, давай попробуем. Хорошо. Тогда мы хотим прийти к тому, чтобы наш лист стал плоским. Я хотел получить новый лист из четырех элементов. Один, два, три, четыре. Ага. Так. Я могу сейчас экспериментально просто рассуждать слух, попробовать то, что я хочу сделать. Я хочу попробовать просто пробежаться по распакованному элементу. То есть, назову это Y, X уже был. Мы пробежим по инсайт-лист. Это сейчас без comprehension. Просто обычно comprehension, он все упрощает в одну строку. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть со стандартным циклом. И, соответственно, мы получаем каждый элемент из списка. И я хочу просто, чтобы он мне напечатал на текущий момент, проверить, как это будет. Вот эту распаковочку. Посмотреть, что он нам вернет на это. Должен вернуть один, два, три, четыре. Скорее всего, да, таким образом. То есть, они идут вот так. Хорошо, а вот ты записал конструкцию print, звездочка, Y. То есть, распаковал. Верно. А почему не просто print, Y? Ну, потому что тогда он нам распечатает просто список 1, 2. То есть, ну, тут очевидно. Он распечатает нам два списка. 1, 2, 3, 4. А здесь, как бы, мы же хотим получить каждый элемент. Не так ли? Просто ощущение, что нам нужен вложенный цикл. Какая-то квадратичная идет уже асимптотика. Вот. А почему print распечатал 1, 2, а не список? Если ты даришь ему звездочку. Потому что у нас его распаковывает. То есть, он поэлементно. А, в смысле, почему не один, два и так далее, и так далее. Нет, имеется в виду… Хорошо. Распаковка. Что значит распаковка? Хороший вопрос. Так. Меня смущает, действительно. Вот я думаю, что это тот вопрос, который ты, Евгений, задаешь, что у нас идет 1, 2 в одну строку. То есть, условно, не вот так печать, а вот так. Я по-другому спрошу. Вот когда ты пишешь print, звездочка, Y, происходит вызов. С какими позиционными аргументами и в каком количестве, получается, вызывается print? Позиционные аргументы в данном случае у нас 1, 2. Не так ли? То есть, мы о них сейчас говорим. Да, то есть, print вызовется с одним аргументом в виде списка из двух элементов или с двумя аргументами, где каждый? Да, то есть, с двумя аргументами. С двумя аргументами. Да. Так как мы… Хорошо, да. Это правильный ответ. Вот. Соответственно, надо подумать, что с этим делать дальше. Хорошо, ну, тут, на самом деле, чтобы правильно сорвать list comprehension, лучше было бы открыть документацию и просто посмотреть, как именно синтаксически записывается list comprehension с двумя циклами. Потому что сейчас, как бы, гадать… Я вижу, что ты понимаешь, что нужен цикл, и, может быть, цикл в цикле. Да. Но нужно просто понять, как это синтаксически записывается. Хорошо. Тогда еще вопрос. Вот на пятой строчке у тебя сейчас есть сам лист, и там сидит вот этот вот comprehension. Он начинается и заканчивается квадратными скобками. Верно. Если заменить и квадратные скобки на круглые скобки, что поменяется? Поменяется тип данных. То есть, ну, на текущий момент сам лист у нас – это список. Вот. Если мы поменяем на круглые скобки, это будет кортеж. Топу. Вот. Давай, чтобы здесь… Это важный, как мне кажется, вопрос. Давай сделаем эту замену и еще раз посмотрим. На принтанем. Имеется в виду. А, нет. Вот просто посмотрим на экране. Как называется конструкция, которая сейчас на экране? Я боюсь сказать какую-то неправильную вещь. Я не хочу тебя просто в терминологию загонять. Был лист comprehension, как будто бы здесь напрашивается tuple comprehension, но могу ошибаться. Нет, такого понятия, как tuple comprehension, нет. И это вообще не tuple. Интересно. Для меня это загадка на текущий момент. Это генератор. Генератор. Это была подводка к генератору. Была подводка к генератору. И, соответственно, следующий вопрос о том, а что такое генераторы и зачем они нужны? Хороший вопрос. Часто перед собеседованиями и просто для себя стараюсь это повторять, но все время не могу четко запомнить. Я знаю, что есть генераторы, есть итераторы. В итераторах есть yield. И генератор в данном случае у нас, он каждый элемент, который генерирует, он сохраняет в ячейках памяти. А итератор отдает. То есть он на лету вычисляет необходимый элемент. Ну и генератор, для чего он нужен, позволяет сгенерировать какую-то последовательность. А ты и при помощи лист comprehension сгенерировал, только что последовательность? Генератор. Есть такой документ, дзен питона, если ты слышал о нем. Слышал? Да, он дает некоторые такие общие гайдлайны о том, как нужно было бы проводить разработку. И один из пунктов этого дзена звучит примерно как должен быть один и желательно только один очевидный способ сделать это, x. Мы сейчас обозначили задачу сгенерировать какую-то последовательность. Верно. И вроде как пришли к выводу, что у нас вдруг есть два способа. Можно использовать генератор, можно использовать лист comprehension. Это нарушает этот аспект дзена или не нарушает? Хороший вопрос. Генератор мы в любом случае используем в данном контексте, даже если у нас это лист comprehension, мы все равно к нему прибегаем. Но я понял, что вопрос не про это. Мне, честно говоря, очень хочется принтануть. Если вы не против, посмотрите, что нам вернет эта история, какой будет сам лист. Будет ли список на самом деле? Давай попробуем. Просто ради интереса. Напиши принт. Что же ты нам вернешь? Загадочная строка. Генератор object? Интересно. Так где же наша последовательность? А если я хочу получить числа? Когда у меня был list comprehension, мы могли написать print, и он мне выдал числа. Ну, по сути, мы просто получаем здесь никакой-то не список, ничто, а именно объект генератора. То есть мы этим генератором можем пользоваться. То есть это как бы не list comprehension. Всеусловно, мы вот вместо range можем это все использовать здесь. Но не здесь непосредственно, а вообще в принципе. Что ты имеешь в виду использовать вместо range? Попробуй как-нибудь воспользоваться этим списком. В том смысле, в который ты вкладываешь слово «воспользоваться». Хорошо, попробуем. Если у нас объект генератора, мы можем его, собственно, попробовать вызвать и задать ему. А задавать нам, наверное, ничего и не стоит. Или ждет он позиционный аргумент. Что-то ждет. Что-то ждет. Сейчас, одну секунду. Интерпретатор подсвечивает ноткой либо. Опа. Опа. ВС-код подсказывает с задних рядов. Да, да, да. Елки-палки. Я немножко вспыхаю. Хорошо. Ну, тогда это в качестве такого домашнего задания посмотреть о том, что такое генераторы, зачем они используются. Я часто смотрю. Я не могу забывать. Отдельный, если в других собеседованиях будет вопрос, со звездочкой о том, что генератор является двунаправленной сущностью. То есть, как правило, генераторы используют для того, чтобы сделать юнт какого-то элемента, скажем так, пробросить его наружу и говорят, что у нас есть черная коробка, которая выбрасывает сколько-то элементов. Я не знаю, сколько-то. Я могу и стащить эту коробку, могу и не стащить. Но в действительности, вот совет, вопрос о звездочке, это генератор может и обратно забирать значение при помощи конструкции send. Генератор можно и отправлять элемент тоже. Хорошо. Тогда давай немножечко порассуждаем в оставшееся время над такой практической задачей, как компрессия строк. Если ты с этой задачей знаком, то у меня есть фоллбэк, бэкап-задача. Оригинальный текст выглядит следующим образом. мне послал его в чат. Давай скопируем, может быть, его в VDE и еще пройдемся. Мне, наверное, только придется на время уменьшить. Потому что я сам ничего не вижу. Слишком большой шип. А можно убрать панель слева, которая проджилась. Так, хорошо. А ты можешь кликнуть по проекту, и тогда он полностью сколлапсирует. Да-да-да, я это знаю. Ага, да. Вот теперь все видно. То есть мы будем сжимать строку. У нас есть какая-то винная строка. Например, A, A, B, C и так далее. И мы хотели бы сжать ее по следующему алгоритму. Результирующая строка содержит букву на первой позиции и на второй позиции количество. Количество букв подряд идущих. Подряд идущих. Да. Дальше опять буква, количество. И так до тех пор, пока вся строка не будет сжата. Мы будем полагать, что на входе у нас строчка только из букв латинских от A до Z в нижнем регистре. Ага. Ну, а, ну здесь написано uppercase, lowercase. Да, давай, uppercase, lowercase. Разные. Ну, то есть нам нужно учитывать регистр букв в том числе. Да. И если результирующая строка по размеру, по количеству итоговых символов длиннее, чем исходная строка, значит, мы никакого сжатия не достигли и вообще сжимать не надо. И тогда следует вернуть такую строчку, как есть. Если ты знаком с таким подходом, как TDD, то есть Test Driven Development, разработка через тестирование. Да, да. То давай попробуем и в какой-то степени, может быть, применить этот подход. Я не имею в виду взять какой-то фреймворк для написания тестов и написать какое-то полноценное покрытие. Я имею в виду просто, скажем так, на коленке прикинуть. На сертах, да. На сертах – это отличный вариант. Хорошо. Тогда можем потратить, может быть, минуту, чтобы просто это задание у тебя в голове уложилось. Уложилось. Я готов приступать. Наивный алгоритм в голове уже сформирован. Будем зарабатывать на ходу. Работаем по TDD. TDD, не так ли? Да. Давай так попробуем. Я буду называть не через тест, а через first case, чтобы у нас интерпретатор чего-то там не ждал. Ну, то есть, просто он запустится и может быть неверно. Тогда это у нас идет TDD. Могу еще докстринг какой-нибудь добавить. Стоит у нас есть? Нет, нет. Докстринги давай не будем. Комментарий, если хочешь, по ходу можно вписать. Как бы это называть? Я буду называть неправильными переменами, сразу это оговорюсь, просто чтобы сэкономить время. На вход идет строка. Я могу взять ведь тот же пример, не так ли, чтобы у нас тоже, опять же, сэкономить время. Для начала. Тоже назову неверно, так нельзя, но пускай хотя я бы так пока что на выходе строка пока в пассе. Это я делал, чтобы его нужно было взять. Вот, соответственно, ассерт. И мы ждем, что у нас... А, нужен answer. Тоже тихонечко подгребу. Так, у нас идет... Компликаншенс. Родно равно answer. Иначе... Я могу написать очень простыми какими-нибудь вещами. То есть, first case не справился. Могу, Визик? Ничего не слышу. Да, да, конечно. А, угу. Напишу грубо, чтобы вызывало стресс. Этого достаточно для TDD в нашем случае. Ну, мы можем добавить еще исключения, то есть пустую строку, безусловно. Если нужно, сделаем сейчас. Или где все символы одинаковые, например. Это очень хорошо, что ты думаешь о корнер-кейсах и вообще других кейсах. Давай их отложим. Думаю, первые версии реализации. Попробуем ее написать, а потом сломать. Потом починить. И так, для тех, кто пока индуист или время не увидит. Да, я просто стараюсь экономить наше время. Смотрите, что хочу сказать. Если вы не задержаете, пока попробую все в lowercase. То есть, не используя вайперы. Это как бы настройка добавляющая, чтобы саму логику понять. Как я рассуждаю, наша задача, по сути, в данном случае сводится в любом случае прохождению по подписку цикла. То есть, нам обязательно нужно приближаться по всем буквам. Соответственно. И нам нужна результирующая строка. Давайте ее обозначим, только не таким словом. Везу тестер. Пускай так будет. Или ансуар. Пускай так. Так. Строка у нас не изменяем типу данных. Поэтому я боюсь пока ее использовать. Ну, в общем, она будет... Можно это просто глаз режет? Ассер не так пишется. Я правильно написал в чате. А, прошу прощения. Ну, это мелочь, но просто это. Нет. Да. Да, но тут идея опять подсказывает. Да, да, да. Так, пока оставлю так. Дальше буду рассуждать. Идем циклом. Поэлементно. Сейчас, на секунду. У меня перегружает экран. Окей. Пробежимся в for. Назовем его letter. And some string. Собственно, что мы получаем? Сейчас, одну секунду. Я немножко протаблю. Я просто сейчас размышляю над тем, как нам лучше сделать. Пробежаться все-таки побуквенно. То есть принимать на каждом цикле, на каждой итерации цикла переменную саму букву или все-таки индекс. Потому что наивный алгоритм говорит мне о том, что иди по индексам. Если следующий индекс, элемент от следующего индекса не равен элементу от предыдущего, мы первую строку заканчиваем. Ну, в смысле, первую букву у нас завершена. Поэтому, пожалуй, я пробегусь все-таки по индексам. И буду работать именно с ними. Так. Опять сталкиваюсь с этим. Мы же можем лент применять к строке. Итак, лент. Можем. Я думаю, IDE ругается на отсутствие тела у цикла. Да, вероятнее всего. Вот. Соответственно. Дальше что нам нужно? Мы берем первое значение. То есть у нас нулевой индекс. Нам нужен еще каунтер. Чтобы понимать количество. Вообще, кстати, нет. Не на тело. А что такое функция лент? И что она вернет? Она вернет количество элементов. Количество элементов. Это целое число. Да, да, да. Разумеется. Разумеется. Опять генератаж. Может быть, хочет. Итак. Я просто сейчас рассуждаю, как нам это все правильно сделать. То есть вот у нас есть первый индекс. Буква А. Мы ее сразу можем куда-то зафиксировать. Как будто бы хочется создать словарь и к этому словарю добавлять элементы. Ну, то есть встречается А, добавляем. Потом считаем. Встречается Б, добавляем. Потом считаем. Как будто бы так. То есть у меня ощущение, что здесь есть несколько вариантов решения задачи. Однозначно есть несколько вариантов. Просто думаю, лучше подобраться. Давай выберем тот вариант, который тебе кажется наиболее простым в реализации. Без каких-то хитрых оптимизаций. Straight forward. То, что тебе подсказывает твоя логика. Сейчас не будем обращать внимание на то, что там комплексия какая-то там не такая. Это все отложим. Окей. В таком случае мы идем сначала. Соответственно. Хорошо. Пока могу ошибаться, но просто буду писать, как думаю. Потом сам себя поправлю. Попробуем аппенднуть. Стоп. Вот опять вопрос со строкой. Работать со строкой. Она у нас неизменяемая, аппенда у нее нет. Ну, тогда плюс о нем. Просто это создается новая строка, но ничего страшного. Плюс равно. Индекс. Это мы добавляем элемент, который у нас сейчас есть. Counter. Плюс равно. Нет, тогда неправильно. Тогда мы каждый раз будем этот элемент добавлять. Мне это не устраивает. Так, мне надо немножко подумать еще. Все-таки, как к этой задаче подобраться. Так, попробуем. Я прошу прощения, что отнимаю время на такие моменты. Попробуем все-таки. Без индекса хочу посмотреть, как это будет работать. То есть, просто по строке. В таком случае. Если. Нет, опять же, мне не нравится такая история. А если даже говорить не в коде, а просто говорить слова? Да, это самое правильное. Робот, который бы следовал любым нашим словесным инструкциям. Как можно было бы ему формально объяснить эту задачу? Да, я обычно все такие задачи как? Я их визуализирую. То есть, работа с любой коллекцией – это у нас мешок. То есть, мы засунуем руку в мешок. Это буква А. А мы ее фиксируем, откладываем в сумму. Засунуем еще раз. Это буква А. Значит, у нас уже две. Нам нужен счетчик. Тетрадочку записали. Дальше достаем уже Б. Ага. То есть, мы ее в другую сторону откладываем. Браво, теперь забываем. То есть, ну, логически это так и происходит. Я просто думаю, как это с точки зрения кода сейчас написать. Правильно. Странно, что я так застрял на этом. Хорошо. Я просто… Меня смущает сейчас такой момент. Куда это все фиксировать? Все-таки еще раз. О, индекс. О, гусь. По индексам. В таком случае. У нас на первой итерации нулевой индекс. Мы получаем букву. Нам надо ее и вансвер добавить. Как будто бы. Может быть, нам сделать еще одну промежуточную. Вот эту же книжечку для записи, прежде чем что-то закидывать вансвер. Как будто бы хочется. Как будто бы хочется. Могу попробовать. Так, сейчас. Как ее назвать? Назову ее пока что просто «x». Неправильное, конечно, название. Но пускай так. Догадочное. Соответственно, мы идем и добавляем в «x». Но это опять же с нуля. Просто меня смущает. Берем первый элемент, добавляем в «x». Берем второй элемент, добавляем в «x». Дальше после этого. Если следующий элемент не равен предыдущему, то мы уже не добавляем в «x», а считаем «len» и добавляем в «answer», «len» и саму букву. Вот как будто бы так хочется сделать. И все это обнуляем. Интересно. Я просто… Меня смущает сама реализация. То есть я не могу понять, как мне правильно добавлять. Я не могу на первой итерации сравнивать с предыдущим элементом, потому что мы выходим за рамки наших границ строки. Здесь будет минус первый элемент строки. Такого быть не может. Выходим. Да, минус первый элемент, как ты уже говорил, он может и пойти в конец. Верно. Ну, то есть, да, в любом случае для нас это как бы неправильная работа функции. Ну, цикл в данном случае, в частности. Я просто вот размышляю над темой. Мы можем, конечно, первый элемент просто вынуть. Просто вынуть, его сразу добавить. И потом идти. Такое часто бывает. Почему бы и нет? Давайте попробуем так. Посмотрим, что из этого выйдет. Обратимся по индексу. Пускай он будет таким. Тогда леном мы продержимся от единицы. То есть вот мы… Это наше первое опускание руки в мешок. Мы достали эту букву. Соответственно, здесь, если пробуем пробежаться, если у нас получается сам остеер от индекса. Ну, давайте начнем с равен. Равен х. В таком случае… Каунтер. Надо единичку сразу сделать. В таком случае мы… Если он равен, нам на самом деле все, что нужно, это просто увеличить каунтер. На плюс равно 1. В противном случае мы меняем значение х на индекс. И каунтер. Снова делаем единицы. Вот. Но при этом мы еще должны в… Канцлер добавить… Я сейчас, наверное, это немножко коряльненько будет, но я запишу это вот таким образом. Так, как будто бы все неплохо выглядит. Ну, и ретернем. Просто напишу пока. Ретернем ответ. Ретернем ответ. Ретернем ответ. Ну да, по-моему, должно работать. Давайте попробуем вызвать. Первый тест провалил. Не работает. Так, где же что неправильно? Надо подумать. Мы идем циклом. Если есть какие-то комментарии, я их, к сожалению, не слышу. Если комментариев нет, продолжаю думать. Ну, комментарий сходу. Первый тест провален. А в чем, собственно, проблема-то? А вот я это и пытаюсь выяснить. Нет, я имею в виду с точки зрения, что ответы не равны. А как… Может быть, мы посмотрим, а какой ответ выдала функция? А, между прочим, да. Я тогда попробую принтану прямо здесь, наверное, чтобы не заморачиваться. b1, c1, a1. Интересно. У нас все уходит в единицу, еще и начинается с b. Так, почему так? Давайте рассуждать. Мы взяли первый элемент от строки, по индексу. Он у нас по умолчанию равен, в данном случае, в данном примере, на котором мы ориентируемся, он равен a. Дальше мы добавили counter. Это уже количество этих элементов. То есть, очевидно, что раз мы взяли первый элемент, этот элемент у нас хотя бы один точно есть. Дальше мы идем по индексу, начиная с первого элемента. Если первый элемент равен x, тогда counter плюс равно 1. В нашем случае первый элемент строчки – это a. Значит, мы пойдем… Здесь у меня неправильная последовательность, потому что я уже x пересылку поменял на другой элемент. Это во-первых. Ну и… Нет, на этом этапе… Это первая ошибка, которую я вижу. Меня смущает, что у нас дальше идут единицы везде. b1, c1, a1. Хотя бы цифры бы бились. Если у нас следующий элемент равен текущему элементу… А подождите, может быть, это, кстати, решит сразу обе ошибки. a2, b1, c5. a2, b1, c5, но до последнего элемента не дошло. Почему? А в каком условии ты добавляешь в answer в случае чего? А, вижу, да. Что происходит на конце строки. Верно. То есть, у нас на конце строки просто заканчивается. Ну, элементы-то у нас те же самые. То есть, это условие не добавления. Так. Сейчас я просто размышляю над тем, как… Куда это и как записать правильно. То есть, у тебя… Как только ты циклом форм ретерировался… Да, я понял. Саму проблему… Что у тебя осталось в каунтере-то? В каунтере у меня должно остаться количество последних a. Потому что у меня следующий элемент, он как бы закончился, и они все между собой равны. То есть, мне нужно учесть последнюю итерацию функций. На последней итерации возвращаем то, что есть. Добавляем в смысле. Правильно я это рассуждаю? Да, да, да. Вопрос в том, что я… Надо подумать, как это с точки зрения кода реализовать именно саму последнюю итерацию. Я не помню… А какие именно действия ты хочешь произвести, когда строка полностью обработана? Разумеется. Зачем же нам это? Если вот он, выход из цикла, он завершен, и мы просто сюда уже и с этим работаем. Я просто это сделаю. Я сразу протестирую через наше ТДД. Все верно. Это не решение задачи, хотя на самом деле здесь, в данном случае, я так понимаю, учитывается и uppercase, и lowercase. То есть, нам здесь в целом без разницы. Мы работаем именно с элементами. Наша задача сравнить. Ну, в таком случае просто… Ну, и ТДД тогда надо переписывать. В нашем случае мы просто сравниваем if. Мы возвращаем… Так, а что от нас вообще ждут? Ага, понял. Если длина строки answer меньше, чем длина строки от сам string, в таком случае мы return. Тут вопрос, меньше или равно. На это тоже как бы я не вижу, есть ли здесь ответ. Давайте… Ну, это аспекты такого задания. Я думаю, можно сейчас не погружаться. У нас осталось, в принципе, возможные корнер-кейсы или причесывание кода. Наверное, Андрей, нам нужен твой комментарий. Имеет ли смысл нам пройтись по коду, по каким-то замечаниям? Ну, слушай, как бы… У нас как бы тайминг, да? Давайте так вот мы… Оно работает или нет? Достаточно… Оно работает. Да. В принципе, мне кажется, хорошая идея, если будет некоторая прическа, потому что люди, которые смотрят, им же интересно, как выглядит код до и как он должен выглядеть в идеале. Поэтому давайте… Как бы там 5 минут, 10… Оно у нас не критично, там плюс-минус. Давайте сделаем. Какие тогда замечания ты бы увидел сейчас по текущей реализации? Что бросается в глаза? Что хотелось бы улучшить? Тут могу ошибаться, но меня немножко смущает, что мы плюсуем строку, хотя, в принципе, здесь, наверное, ничего иного на текущий момент я придумать не могу. Поэтому… Конкатенация строк. Конкатенация именно, да. Почему тебя смущает конкатенация множества строк? Не знаю. Не знаю. Потому что мы каждый раз, по сути, создаем новый объект строки и так далее, и так далее. Хотя, в принципе, наверное, в этом ничего плохого нет. Не вижу, как по-другому это можно сделать. В этом есть некоторое плохое, потому что ты собираешь сначала маленькую строчку, потом подлиннее полной группе, длиннее, длиннее, длиннее и так далее. Верно. То есть это не одна строка увеличивается, а каждый раз новые строки больше и больше и больше. Хорошо. А есть какой-то способ сконкатенировать много строк как бы за раз? Ой, честно говоря, сходу не отвечу. Такой способ есть. Это функция join, string join. Она пишется как та строчка, которую ты хочешь использовать как сепаратор между конкатенируемыми строчками и вызов функции join. То есть чтобы нам вот этот код улучшить и уйти от конкатенации большого количества строк, я бы порекомендовал вот те строки, которые мы хотим конкатенировать или даже те объекты, которые мы хотим конкатенировать, предварительно собрать в какую-то коллекцию, например, в список. Нам же по ходу алгоритма не нужно какое-то конкретное значение. То есть ты берешь его, накапливаешь, накапливаешь, накапливаешь и только на 20-й строчке ты соизволил посмотреть его ленд. А до этого ты просто вслепую туда пишешь. Я просто думаю над целесообразным функционом сейчас этого. То есть мы же в answer добавляем, хотя, наверное... Давай попробуем заменить answer на список и просто добавлять туда элементы. Тогда мы будем... Так, ну хорошо. В таком случае мы здесь будем не суммировать, а аппендить. и аппендить мы будем. Оставим тогда в строчном виде. Здесь у нас это каждый отдельный элемент, поэтому мы ничего в этом смысле не потеряем. А зачем нам здесь формировать промежуточную строчку, если мы уже договорились, что сформируем список, а потом схлопнем сразу все? Хорошо. В таком случае надо подумать, как это сделать. Потому что если я запишу это так, то мы будем аппендить кортеж. Нам его еще потом распаковывать. И вообще он так не даст аппендить. А если ты... Хорошо. Во-первых, вариант ты можешь написать две строчки два раза. Два раза. А если бы ты хотел прикрепить к списку элементы из кортежа, не положить новый элемент, который есть в кортеж, а вот сделать как раз то, что ты хотел. Пристыковать к одному списку другой. Не уверен, что я этого хотел. У списка есть еще такая функция Extend. Я про нее совсем не помню, честно говоря. Extend, он добавляет к списку элементы из того перечисления, которое ты в этот Extend закинул. Понял. Верно. Надо посмотреть на примере. Просто я совсем не помню про Extend. Тогда давай напишем здесь вместе. Answer.Extend. И вот он говорит, что любой это Arable сюда можно подсунуть. То есть мы можем сразу в таком случае и Counter. Но нам нужно подсовывать в том порядке, в котором мы потом хотим конкатенировать. То есть если ты подсунишь Counter X, то у тебя будет не C1, а 1C. А, я просто как раз специально поменял, хотя надо наоборот. Так, а как здесь указывается, я вижу, что она запятая ругается. Да, но запятая ты сейчас что сделал? Ты сейчас вызвал Extend с двумя позиционными аргументами. Верно. А мы хотим вызвать Extend с одним позиционным аргументом в виде Cortes. А, понял. С таком-вроде. Это будет так. Просто вопрос с распаковкой его потом опять-таки. Наверное, в данном случае было бы проще с двумя аппендами. Я бы, наверное, сделал так. Хорошо. В Answer мы добавили. И на 19-й строчке у нас такая же картина. Верно. Далее мы получаем, как итог, список картежей. Нет. А, вот как раз Extend нам получает, потом играет. Да, да. Теперь, чтобы нам их схлопнуть, давай, наверное, между 19-й и 20-й строчкой добавим еще одну строчку, типа AnswerHDR. Ну, пускай так. Ничего страшного. Да. И синтаксически это выглядит так. Пустая строка. Ага. Join нам давить. Точка Join. Ну, с этим я сталкивался. И вот здесь вот есть особенность. Вот подожди. Сейчас тебе даже и доехал подсказывать, что мы хотим подсунуть сюда iterable строк. А у нас сейчас есть Answer at a list, в который попали какие элементы, какого типа? Ну, и строка, и int. И строка, и int. Хорошо. А как нам тогда сделать из списка, где и строка, и int. Список, где только строки? Мапом? Кем? Мап. Ну, то есть применение к каждому элементу строки. Мэп. Да. Давай порвуем. Так, тут главное синтаксис. Не на бедламить, потому что я могу вообще в целом. Стр. Это то, чем мы занимаемся. И split получается, правильно ли? Split? Answer split. Не так ли? Или не так? Не, а ты что хочешь применить? А зачем? А что такое split? Зачем? Стр. 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 Каждого элемента. Вот я хочу, чтобы каждый элемент стал строкой. И потом мы каждый элемент добавили к нашей финализирующей строке. Да, хорошо. А что тогда делает мэп? Мэп к каждому элементу списка, он его превращает в строку. То есть, несмотря на то, у нас там есть int и так далее, а у нас здесь идет... К каждому элементу списка применяют ту функцию, которую ты мэпу передал. Верно. Ну, вот первый твой аргумент – это сама функция. Верно. А второй аргумент может быть список, и тогда и передавай список. Окей. Я просто почему-то подумал, что список еще нужно сплетануть. Ну, это, наверное, здесь. Ну, и в таком случае мы уже вот так это сравниваем и вот так это возвращаем. Ну, и тдд у нас уже неправильно работает. Надо его как бы переписывать. А почему неправильно работает? Ну, потому что мы здесь уже другого слова проверяем. То есть, нам нужно... Ну, в данном случае, наверное, и сработает. Надо посчитать. Ну, да, должно сработать. Ну, просто мы сравниваем длинный строк. Да, хорошо. А еще давай посмотрим на твой код в еще одном аспекте. Вот что меня смущает, так это итерация, это цикл for, for index and range. Ага. Почему? Вот у тебя есть... На 13-й строчке ты обращаешься к сам XTR по индексу. На 17-й строчке ты опять обращаешься к этой сам XTR по индексу. Ага. То есть, можно сделать вывод, что как минимум одно обращение ты сделать обязан, потому что ты на 13-й строчке проверяешь условия. Еще одно обращение у тебя может быть, а может не быть на 17-й. В зависимости от того, как пойдет вилка if. То есть, хочется dry здесь применить. Уже сделать ссылку. Ну, то есть, один раз посчитать и дальше с этим работать. Есть какой-то у нас способ, как мы могли бы одновременно проитерироваться и по самой строчке, и по индексам? Мы можем по enumerate списку пробежаться, за строке. По enumerate, да. Совершенно верно. Давай это реализуем. Так, надо все переписывать. Давайте посмотрим. Пускай будет тогда, первым у нас идет letter. Прошу прощения. Второе ставим индекс. In. Enumerate работает наоборот. В возвращаемых парах, он на первой позиции будет иметь индекс. А, окей. Я просто думал как раз на второй. Угу. Да, то есть, у нас на ходу все это вычисляется, подправляется. Соответственно, здесь нам уже не нужно обращаться к списку. У нас уже есть само слово. Сама буква, я имею в виду. Так, counter плюс один. Тут возникает вопрос, зачем нам вообще индекс теперь? Он, наверное, и не нужен был. Я же первый элемент достал. И мы не сравниваем со следующим. Ну, не обращаемся к списку. А, да, еще лучше. То есть, нам даже enumerate здесь не нужен. Я просто с индексом работал, потому что думал, что нам придется индекс плюс один сравнивать с предыдущим. А мы это сделали чуть по-другому. То есть, мы уже засунули руку и вынули первый элемент. Как опорный элемент у нас это был. Да, вообще, это прям такая красная тряпка, когда у тебя есть итерирование по индексу. Единственная причина наличия этого индекса – это обращение к этому же списку с этим же индексом. Ну, да, 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 безусловно. То есть, индекс позволяет нам быть более гибкими в данном случае. Но просто нам это здесь не нужно. А запусти теперь тест, пожалуйста. Так, сейчас проверим. Я еще не всю формулу проверил, но давайте запустим. Он у нас упал. Он у нас напечатал. А3, B1, C5, А3. Сейчас я секундочку сравню. А там А2. Что-то я не... Не... Так, сходу не вижу. Немного... Раньше-то ты рейнджем интервировался с единицей. Верно. А здесь да. Именно. Соответственно, но... Так, я проверил. Так, немножко активно, но... Все окей. Ну, последний, финальный штрих – это наше вот X, которое бросается в глаза. Давай придумаем для нее какое-нибудь... Как барьер у нас, пишите ли? Ну, ладно, first element. Пускай бы так, наверное, проще. Ну, подожди, тогда ты будешь, получается, тот first element? Да, это первый, да. Я забыл слово текущий по-английски. Как? Yeah, current, точно. Вот так будет идеально. Так, и в принципе, что бы еще можно было улучшить? Здесь слишком много строк, но можно было бы сделать вместо этого чернарный оператор, например. Но я думаю, что он очень будет длинным. То есть это... Да, я думаю, это читабельность уменьшит. Мне кажется, что сейчас функция приобрела, ну, может быть, не рамочный вид, но я ему сказал, достаточно хороший. Не хватает стрима и оценки по точке, скажем так. Тогда, Андрей, если тебя это удовлетворило, то давайте переходить к фидбэку. Не будем спрашивать про зарплатные ожидания, хотя, наверное, спросим. Можно остановить трансляцию. Скажи, Кирилл, если говорить про деньги. Ты же работаешь за деньги, да? Конечно. Как программист, сколько ты денег хочешь зарабатывать в месяц? У меня на это есть развернутый ответ и короткий. Какой предпочитаете? Начнем с короткого, а потом, если он не удовлетворит, просим развернутый. Короткий, вот, 50 тысяч. Развернутый, пожалуйста. Развернутый. Он складывается из нескольких факторов. В первую очередь, это моя, как бы, прожиточный минимум. То есть, я не могу себе позволить выбрать что-то меньшее. Я на такси сейчас уделяю много времени. И это то, что я могу зарабатывать в такси. Я, как бы, не вижу смысла. Смысл, конечно, есть, но я не смогу на этом просто прожить. Вот все очевидно. Вот. Второй момент. Я прекрасно понимаю в компании. Компания нужен результат здесь и сейчас. Особенно в текущей обстановке, когда много ребят училось на курсах. Наверное, не все учились хорошо. Не все... Кто-то учился хорошо. В общем, большой поток. И поэтому я прекрасно понимаю свои возможности, потребности и так далее. И в сочетании всех этих факторов я пришел вот именно к такой сумме. Но при этом мне важно понимать, что я могу дать компании, чтобы повысить эту свою стоимость, скажем так. Ок. Ну, я вижу, у тебя есть заготовочки домашние на эти все вопросы. Так что больше тебя мочить не буду. Давайте к фидбэку. Я начну с софтов. Софты классные. Прям очень нравится, как ты общаешься. Чувствуется, как говорил тренер по борьбе маслом в голове есть. Это круто. Вот. А по хардам скажи, Евгений. Да, по хардам мне в целом все тоже понравилось. На джуниор позицию, мне кажется, это достаточный уровень. Спасибо. Быстрое мышление. Если ты не сталкивался ранее с этой задачкой. Нет, честно не сталкивался. Я на лид-коде решаю задачи, но не такого рода. То есть вот мы, например, в прошлый раз встречались с Артемом. Там была задача правильная субочная последовательность. Вот с ней я сталкивался, но очень давно. Я ее забыл, поэтому это было относительно справедливо. Да, и использование тайпинга тоже мне порадовал. Тайп хинты. Тут можно было бы отдельно поговорить про то, насколько глубоко можно уйти в тайп хинты. Конечно, в целом необходимо больше практики. То, что ты уже назвал лид-код, даже снимает все вопросы. Просто кодируй, кодируй больше. И тогда вот такие какие-то мелкие заусенцы, типа забывание джойна или последовательность элементов в Enumerable, она уйдет. Вот такая единственная рекомендация. Слушай, а скажи, а вот он не смог вспомнить про он на велопоточность, про джилл. Это вообще настолько критично для тебя? Для нас, конечно, это была бы отметка у некоторой критичности, но мы бы спросили еще о NumPy, о NumPy, о Matplotlib. И вот в эту сторону мы бы пошли. Здесь я решил не упоминать пока о NumPy. Хотя мне интересно, есть ли у тебя опыт работы, Кирилл, с NumPy? Я хотел попробовать поработать с этими библиотеками, с NumPy, с NumPy, с NumPy, но пока не сталкивался. Тут могу чуть-чуть взять микрофон, да, ведь сказать. Просто видите, у меня тоже очень все расширено. Я, с одной стороны, занимаюсь предпроектами, когда могу. У меня есть идеи для интересных предпроектов, как мне кажется. Один я даже задеплоил, то есть он болтается, я его иногда актуализирую. И я не могу понять, в какую сторону мне больше правильно двигаться. То есть, с одной стороны, мне надо закреплять джанго, закреплять какие-то алгоритмы. С другой стороны, нужно знать асинхронку, фастапи нужно освоить, который очень востребован. С третьей стороны, брокеры сообщений, еще что-то. И вот меня смущает то, что очень много всего нужно четко понять, как культурно двигаться. С одной стороны, можно решать алгоритмы и себя натренировать, попасть в Яндекс.Стажировку, например. А можно и не попасть. Другие компании ждут от тебя уже более коммерческих навыков. То есть, вот для меня это такое распутье. И мне нужен совет. Было бы здорово. Я бы рекомендовал пройтись по NAMP поверхностно, потому что, мне кажется, это, в принципе, очень полезный скилл. И особо там ничего сложного не будет. Но зато, когда кто-то будет говорить про то, что питон медленный, ты сможешь уточнить о том, о каких задачах идет речь. И если тебе скажут, что это обработка данных или там численных массивов, то ты сразу сможешь парировать, что медленно тут может быть только ваше алгоритмическое решение и программист сам. А обогнать NAMP, да еще на каких-нибудь бустерах, это вы еще пойдите, попробуйте, постарайтесь. А если уж вы говорите о Machine Learning и Data Science, то там Python и NAMP в том числе это такой прям гейт, через который ты заходишь во всю эту область. И, как правило, правильно отметил Андрей, многопоточность, многопроцессность и Global Interpreter Log, очереди, пулы потоков, вот это я бы рекомендовал тоже с этим ознакомиться. Это может быть даже в приоритете над Async.io, потому что, с одной стороны, Async.io – это такая модная, относительно новая штука, но не надо забывать, что это просто такой, скажем так, фреймворк и в какой-то степени такой синтаксический сахарок, под капотом до которого лежат все равно такие базовые понятия, как процесс, поток, mutex, очередь, семафор, лог. И с вот этими… Если ты знаешь это, то ты освоишь Async.io. Если ты знаешь Async.io и интуитивно потом идешь в более базовые понятия, то это, на мой взгляд, более трудный путь. Я согласен. Окей. Следующий вопрос. Лакуны по пониманию генераторов, генераторных выражений, итераторов. Я бы сказал, что, наверное, это даже не только к собеседованию, стоит повторить, чтобы было бы, наверное, получше. И вот еще какую штуку я отметил. Мы говорили про TTT, но написали всего один тест, и этим ограничились. Тут, наверное, может быть, я умышленно прервал из-за тайминга, потому что Кирилл, мне кажется, без моего этого прерывания написал бы еще парочку. Да, и крайний случай можно было бы проверить. Я бы попросил его скорее отдать предпочтение рихтовке кода. Итого, диагноз на джуна вроде как катит. Я так понимаю, что оффер пока не готова, вот, но тестовая, может быть, или как? Я в наши кадры контакт передам. Вот, так что чит заключается в том, что Евгений как раз ищет себе джуна, насколько я знаю. Вполне возможно, что у тебя срастется, но если все получится, добро пожаловать на канал, расскажешь, как у тебя все это случилось. Вот, ну, а на сегодня это, наверное, все. Огромное спасибо, что пришли. Огромное спасибо зрителям, что посмотрели, досмотрели. Да, с вас лайки, подписки и вот эти всякие колокольчики. Вот, про это забываю, вот. Ну, а на сегодня это все. Живите долго, процветайте. Всем пока-пока. Спасибо. Пока. Пока.